Привет всем! Меня зовут Настя Зуева. Я хочу представиться. Я решила снять это видео отдельно от марафона, потому что на марафоне хочу как можно больше дать полезной информации и не хочу тратить на это время. Будем считать, когда начнутся прямые эфиры, что мы уже все с вами знакомы. Для этого обязательно напишите мне привет под этим видео в комментариях, и напишите, как вас зовут, как долго вы рисуете, новичок вы или не новичок, любите акварель или какие-то другие техники, ну и немножко о себе, откуда вы, сколько вам лет, если это не секрет. Будет приятно почитать и будем действительно знакомы. Я обязательно прочитаю все это, и в прямых эфирах мы уже будем с вами как родные, близкие, друзья. Меня зовут Настя Зуева. Я художница. По образованию я графический дизайнер, рисую всю-всю свою жизнь, лет с четырех, сколько себя помню. Мама говорила, что я всегда тащила большой трехлитровый баллон с водой, говорила, что иду красить. Поэтому на слова типа ты рисуешь или пишешь, не обижаюсь, я говорю, что я вообще крашу. И мы с вами на марафонах тоже немножечко покрасим. В 8 лет я поступила в художественную школу, обыкновенную детскую художественную школу в городе Краснодаре, откуда я родом, но не закончила. Для меня было немножечко нудновато. Одни и те же натюрморты, они, конечно, не дают такого желания рисовать. Уроки по композиции мне нравились больше, когда можно было придумывать. Но особо там никто не объяснял, как именно рисовать, что такое акварельная технология. А рисовали мы акварелью, то есть самой Невской палитрой, которая по сей день мне люба и дорога. Итак, школу я не закончила художественную, но рисовать не перестала. Я рисовала все стенгазеты в школе, которые только можно было рисовать. Рисовала для своей тети сан-бюллетени, это так называлось, поликлинику. У нее на этаже были самые красивые сан-бюллетени, все всегда ее хвалили. И потом, когда 9, 10, 11 класс нужно было учиться, в университете культуры открывается филиал Московской Строгановки, и там открываются подкурсы для поступления. Я бегом бегу туда, нужно учиться один год, я выпрашиваю родителей два года обучения, хоть это было тогда дороговато, и учусь два года взахлеб. Параллельно заканчиваю 10 и 11 класс. Поступаю в университет, художественная и промышленная академия по специальности дизайн с наивысшим баллом. И все годы обучения для меня были просто праздником жизни. Я обожала все это, обожала своих преподавателей, они мне так много дали. Пользуясь случаем, передаю привет, как это раньше было на радио. Если кто-то меня смотрит, то это невероятная школа была. И я очень рада, что я ее прошла, и теперь могу делиться этим и всем тем, что узнала потом, еще практикуя живопись и рисование в целом. После университета я ушла немножечко в бизнес, но бизнес всегда был связан с художественной сферой. Я открывала галереи искусств, открывала багетные мастерские, где делали рамки для картин, всегда общалась с художниками, всегда посещала выставки и рисовала портреты маслом. Тогда это было очень в тренде, 20 лет тому назад, и многие покупали портреты маслом, на коне и в полный рост, как я люблю выражаться, гиперреалистические, красивые, большие, дорогие портреты. Но через какое-то время я немножечко выгорела, мне надоело писать портреты под заказ. Я помню этот день, когда я сказала, вот так вот я это и сказала, пожалуйста, я хочу рисовать в свое удовольствие, продолжать этим зарабатывать, что мне делать? На тот момент меня осенило, что я могу заниматься акварелью. Я достала ту самую коробочку, которая у меня была, еще с художки, открыла ее, и вы бы видели, что я там калякала. То есть человеку с высшим образованием она совершенно не давалась, с высшим художественным образованием, прошу заметить. И у меня здесь в Барселоне нет этих работ, но дома в России очень много работ моих первых, просто ящики, коробки лежат запакованные, со всем тем, что я там малевала и красила. Прямо самой хочется посмотреть. Но все эти работы есть у меня в ленте Инстаграм. На тот момент я сделала Инстаграм Artwatercolor, он до сих пор работает, там я публикую, публикую, публикую работы моих учеников. Если отмотать все 10 лет, там где-то внизу, не знаю, кто дойдет до них, есть какие-то мои самые первые работы, и это были очень простые работы, и не скажу, что они мне хорошо удавались. Но я не сдавалась, я красила каждый день, при этом брала небольшой формат, разбрасывала это все по полу, потому что оно должно сохнуть, и потом, как через минное поле, не могла выйти, потому что все было в работах. Практиковала очень-очень-очень много. Когда у меня уже стало получаться, была очень интересная история, которую я тоже рассказываю у меня на моем YouTube-канале, и здесь есть видео о том, как это все начиналось. Я открыла первую художественную школу для взрослых и стала преподавать. И не зря говорят, что когда хочешь чему-то научиться, хорошо, начни это преподавать. Я выстроила для себя систему, понятную мне, как развиваться в акварели, и ей следовало. И этим же шагом учила своих учеников, и мы развивались вместе. Ну как вместе, у меня было художественное образование плюс уже какой-то опыт в акварели, и они были с нуля, и мы шли вот так вот, вдогоночку они за мной шли. И был очень быстрый прогресс, потому что я проходила путь, и этот же путь, рассказывала ученикам, они шли по проторенной дорожке, выбрасывая все подводные камни. Когда ты идешь с проводником, туда идти гораздо легче, чем блуждать в темноте. Поэтому развитие шло очень быстро, и они очень быстро за год, за два достигали очень хорошего уровня. Потом я переехала в Барселону. Здесь я продолжаю преподавать в своей мастерской, вы в ней находитесь, видео все будут вот здесь сняты, здесь сделаны. И сделаны они мной и моим сыном, который сейчас стоит за камерой. Это небольшая корпорация, звучит, конечно, школа Анастасии Зуевой, так амбициозно. Конечно, я хочу, чтобы этот проект развился, вырос, и может быть здесь было много учителей. Но пока это только я, только мой опыт, и опыт преподавания состоит уже более шести лет. Я преподаю, занимаюсь каждый день, и уже знаю все типы личности, все подходы, которые только можно применить, работая с людьми вживую. Я вообще очень положительный и общительный человек. Я очень люблю общаться в компании, рисовать, разговаривать на разные темы. Но жизнь, она такая непредсказуемая, мы все знаем эти причины, которые я не буду озвучивать, которые заставили перейти меня в онлайн. И я это сделала для своих учеников. То есть я поставила камеру на такой кривенький маленький штативчик, который снимал немножечко под углом, и стала записывать для них видео, собрав их в закрытую группу, как это, как вы сейчас здесь собраны. И начала им вести уроки каждый день для того, чтобы нам всем было не скучно в запертии. За то время, что мы находимся дома, мы не потеряли эти навыки, потому что акварель это навык. И талант здесь ни при чем. Мы многие не знаем о том, какими талантами мы обладаем. Я всегда шучу, что может быть я талантливый киллер, единственное, что я никогда не пробовала убивать. Так, наверное, это надо будет вырезать. Вот. И мы стали рисовать каждый день. Появился первый марафончик, который я назвала «Рисуем каждый день». И два месяца мы рисовали в прямых эфирах каждый день. И разбавляла это лекциями, интересными заданиями, картинками. Было очень весело и прикольно. Но, увы, тогда в Инстаграме не сохранялись эфиры, и где-то 60 уроков не сохранились. Они висели сутки, и потом все. Но потом Инстаграм изменился. Он стал сохранять эфиры, и я стала сохранять их в небольшие группы. И придумала благодаря этому, что можно записывать такими блоками, как бы курсами. И стала продумывать курсы, которые бы я могла записать. И, конечно же, во время всего этого времени, во время всего этого процесса и появилась программа, мои курсы, акварель с нуля, простая, акварель сложная, акварель цветоведения. И все-все-все классы, которые вы можете увидеть. Пришлось сделать сайт, я привлекла программистов, мы всем этим занимались. Благо у меня друг хороший программист, он мне помог, потому что, еще раз повторюсь, это не корпорация, Зуева Арт Скул, это вот только я, и все делаю своими силами. Мы сделали сайт, и там есть уроки, вы можете посмотреть, Зуева Арт Скул, тоже в шапочке профиля, в моем основном инстаграме Зуева Арт Скул. Есть ссылочка на сайт, сайт Зуева-арт.ру. То есть, сказала Зуева Арт Скул. Ну вот, собственно, так это все и началось. А сейчас, когда пошли всплывать рекламы с новогодними открытками и картинки, которые там представлены, даже многим моим ученикам иногда, да, они особенно новички, кажутся сложноватыми. И ты думаешь, ну как я так нарисую, есть какой-то страх. Поэтому я решила сделать такой глобальный бесплатный марафон для того, чтобы подтянуть навыки, знания в технологии людей, которые хотят рисовать вот эти вот сложные, красивейшие картины или открытки. И я буду рассказывать многочисленные секреты, которые я разузнала путем большого количества экспериментов, путем растраченной бумаги, испорченной на тот момент. Но она испорчена не зря, она испорчена во благо, поэтому не считается испорченной. Вот, и будем с вами экспериментировать вместе, смотреть, как же акварель работает. И в конце я покажу, где вы это можете применять, не только в новогодних, будет очень много зимних именно спецэффектов, но и в любой другой живописи. Я надеюсь, что вам будет интересно. Я буду это вести в обычном формате, так как я сейчас с вами разговариваю. Единственная камера будет направлена на рабочий стол, и вы сможете видеть все эти процессы. Будет чат у нас, я буду стараться на все-все-все отвечать. Мой сын мне будет помогать, потому что, когда я смотрю на лист бумаги, я могу пропускать какие-то вопросы. Записи не планируются, потому что это марафон бесплатный. Я там тут буду очень много рассказывать, и сохранять мы это не будем. Но есть люди, которые говорят, Настюша, ну ты же знаешь, у нас 2 часа ночи на сервере, мы хотим в записи. Поэтому я обещаю подумать. Для всех, кто оставляет в форме, которую нужно будет заполнить, которую вы уже заполнили, для того, чтобы сюда присоединиться ваши данные, имейл и имя, возможно, мы смонтируем видео и в подарок отправим их вам на Новый год по почте. Поэтому оставляйте почту. Те, кто не оставляли, напишите мне в директ, я вам пришлю форму, по которой вы должны будете отправить почту. Вот, фух, вроде бы все рассказала. Сейчас я живу в Барселоне, живу вдвоем с сыном. Сейчас у меня за кадром щелкает семечки попугайчик Пьер, который притащила моя подруга, который тоже помогает мне с этим проектом. Вообще в этом проекте сейчас все мои друзья и все работают по любви, потому что знают, как я горю тем, что я делаю, и не могут пройти, не могут мне помочь. Поэтому я тоже хочу сказать всем вам огромное спасибо. Полечка, Костюня, Олечка, Лешка и мой сын Илюша, конечно же, и мама и папа. Я вас очень люблю и очень скучаю. Вообще благодаря этим эфирам моя мама все время пишет спасибо Анастасии вам за эфиры. Благодаря им я могу чаще видеть свою дочку. Ну, вот в такое время живем. И, надеюсь, будем видеться онлайн почаще. А когда можно будет, то приглашаю всех в Барселону гулять по музеям, наслаждаться красивой архитектурой. И, может быть, сделаем пленеры. Но это уже не презентационное видео, а я чего-то размечталась. Все, оставляйте свои комментарии. Я вас прошу подписаться на мой основной аккаунт ZUIVA Art School. Там весь самый сок, весь самый смак всегда выходят прямые эфиры, где я рисую в своей мастерской. Всегда есть какие-то болталки, есть ссылки на какие-нибудь подарочки, обновления Ютуба и много-много интересной информации. Поэтому подпишитесь обязательно. И, если вы не напишите мне привет, и я вас не узнаю, то хотя бы поставьте лайк под этим постом. Он ни на что не влияет. Просто я хочу понять, что вы все посмотрели это видео, и мы с вами немножечко заочно знакомы. Я очень рада этому знакомству. И увидимся в прямых эфирах. Все, пока-пока. Вот он наш Перчик теперь в кадре, Зайенька. Теперь ты у нас директор, да? Теперь ты директор, маленькая птичка. А котик ушел вовремя, да? Ну расскажи, расскажи, как ты дошел до жизни такой. Будем рисовать вместе, Перчик? Ты будешь мне мешать? Если будешь мешать, то пойдешь в спальню спать под одеяльце. Если будешь вот так вот кричать во время уроков. Да? Да, что ты говоришь? Спасибо. Спасибо. Спасибо.